МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто желающий прокатиться со мной, а может быть, заработать денег? Вот он, вот он, я вижу его. А Галактика сколько будет? Галактику? Да. Это где? 300. Поехали. Замерз. Замерз? Да. Поехали. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, это программа «Караофе такси». Как зовут вас? Меня зовут Евгений. Я вас поздравляю, вы попали в нашу программу. Я предлагаю вам не просто с ветерком доехать до Галактики, если вам повезет, еще и бесплатно, а если очень-очень повезет, то еще и заработать денег. Вы согласны? Конечно. Почему отказываться? Ну так что, поехали? Конечно, поехали. Поехали. Итак, у нас первый тур. И его задание очень простое. Все, что необходимо от вас, это умение и желание петь. Если вы хорошо споете, я сделаю вам скидку 100 рублей. И ваша поездка будет стоить всего лишь 200 рублей. Я предлагаю на выбор вам 5 жанров. Ретро, шансон, детская или рок? А может быть попса? Я, наверное, выберу детская. Готовы? Готов. Поехали. Знакомая, старая, добрая песня. И... Из кинофильма «Бременский музыкант». Громче! Я помню припев только. Жень, ну на самом деле вы отлично поете. Зря вы скромничали. Я вас поздравляю, вы получаете скидку 100 рублей. И ваша поездка будет стоить всего лишь сколько? 200. Правильно, 200 рублей. Ну а теперь я просто обязан предложить вам сыграть во второй тур. Как? Как, желание есть? Да, конечно. Во втором туре вам понадобятся также ваши вокальные способности. И если вы его пройдете достойно, вы получите скидку 100%. То есть вы совершенно бесплатно доедете до места вашего назначения. Вы согласны? Ну, естественно, чего же отказываться. Но этот тур очень серьезный, потому что уже оценивать ваши вокальные данные буду не я, а случайные прохожие. Если им понравится, вы получаете эту самую скидку. Если не понравится, увы, я буду вынужден вас высадить здесь и сейчас. Готовы? Да, готов. Девушки, а можно вас на секундочку? Подойдите, пожалуйста. Здравствуйте. Это программа «Караоке-такси», и я прошу помочь нашему участнику. От вас ничего не потребуется. Он споет, а вы скажете, хорошо или плохо. Если хорошо, я везу его дальше, и он доедет совершенно бесплатно до места назначения. Если плохо, я высажу, и он составит компанию вам дальше в путешествии. Зовут вас как? Валерия. Валерия, это Евгений, наш участник. Жень, вы можете открыть окошко. Ваша задача – спеть так, чтобы понравилось Валерии. Итак, готовы? Готовы. Ну, я желаю вам удачи. Валерия, я очень надеюсь на вас, что вы оцените меня. Поехали. Помните, да, эту песню? Конечно, еще бы. Весь покрыт зельню, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Там, кто в невезении в океане есть. Там, где выкрыты зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Ну что ж, замечательно. Валерия, итак, ваш... Я отлично, главное. От души вообще мне порвалось. Молодец. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Пока. Удачного дня. Спасибо вам большое, Валерия. Ну что ж, Евгений, я вас поздравляю. Сердечно и от души, ваша поездка оказалась совершенно бесплатной. Как обещал, я бесплатно, опять же, довезу вас до места назначения, до галактики. Женя, мы играем дальше. Естественно. Поехали. Прямо сейчас наша уважаемая караоке-машина будет воспроизводить попури разных песен, разных лет и разных жанров. Ваша задача – петь, не останавливаясь. Даже если вы не знаете слов. Делайте так. Тра-ля-ля, тру-ля-ля. То есть мне нельзя молчать. Ни в коем случае. Поехали. Жене погромче. И отлично. Молодец. По-моему, все неплохо. Вот она, вот она, летняя песня. Женя, танцуем. Вот, по-моему, только сейчас открывается потенциал Евгения. Вам не кажется, что так? Молодец. Дальше. Я к тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь и ты узнаешь. А здесь можно даже пританцовывать. Нам не нужна, нам не нужна. Нам не нужна. Мне бьюга. И мне учат упруга. И он дойдет там упругу. И шумят и вода. И нет люди друг друга. Водят мимо друг друга. По-моему, им весело. Ведут люди друг друга. И на дом не найдут никогда. Жень, ну на самом деле мы уже практически, практически на месте. Вы замечательно справились. И с третьим туром вы не просто бесплатно доехали до места вашего назначения, но еще и заработали денег. А вот сколько мы сейчас узнаем вместе с вами. Уважаемая караоке-машина, сейчас выдаст ваш выигрыш. Я умножу эту цифру на 10. Соответственно, в денежном эквиваленте вы получите данную сумму. Итак, вы заработали 60 баллов. Жень, я вас поздравляю. По-моему, неплохой выигрыш. Естественно, добавляем нолик, умножаем на 10. И получается, ваш выигрыш составил 600 рублей. Здорово. Он решил меня ограбить. Дома. Итак, Женя, 600 рублей. Пожалуйста, ваш честно заработанный выигрыш. Не бойтесь, никто у вас их не заберет. Давай, как здорово. Я вас поздравляю еще раз. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Удачи и всего самого доброго. Ну что ж, вот так легко и просто Евгений сегодня обанкротил меня на 600 рублей. Кто будет следующим, узнаем чуть-чуть попозже. Ну а пока. Я продолжаю поиски того, кто удивит меня своими вокальными способностями. Если вы хорошо поете, я довезу вас совершенно бесплатно. Вот и молодой человек. А где-то я его видел. Здрасте. Здравствуйте. На улицу Володарского. 200. Не вопрос. Поехали. Поехали. Все нормально? Здравствуйте. Еще раз. Я вас поздравляю. Это программа «Караоке-такси». Меня зовут Алексей. Как зовут вас? Меня зовут Юрий. Юрий, где-то я вас видел. Я не знаю. Где-то мы с вами пересекались. Я не знаю. Так. Хорошо. Давайте выясним в процессе. Давай. Я предлагаю превратить нашу поездку в музыкальное путешествие. Надеюсь, вы не против? Да, я только за. Вы поющий человек? Вообще да, я пою. Ну, тогда вообще замечательно. Я там вхожу, да, с друзьями. Итак, вы согласны? Да, я согласен. Поехали. Поехали. Отлично. И все-таки, Юрий. Да. Вот у меня сложилось такое впечатление, что где-то я вас видел все-таки. Да, ну, может быть, где-то на телевидении, на съемках, может быть, где-то на голубом нашем экране. Где «Минута славы»? Да, первый канал. Видел? Есть. Все. Я понял. Поздравляю. Спасибо. Да, я финалист шоу «Минута славы» на первом канале. Занял шестое место по итогам зрительского голосования. Ну, в принципе, в целом все классно, все получилось, все удалось. Я доволен. Масса поклонников, масса зрителей встречает меня все добрым взглядом, радостные улыбки, фотосессии, фотографии. Ну, то есть, в принципе, слава есть слава. Я доволен, в принципе. А вам нравится быть популярным человеком? Медийным, медийным. Медийным человеком. Да, конечно. Юрий, ну, а у нас первый тур. Прямо сейчас я предлагаю вам на выбор пять музыкальных жанров. Ретро, шансон, попса, рок или детская. Что вам ближе, что вам по душе? Даже я не знаю, я, наверное, выберу шансон. Шансон. Да. Ух ты, песни со смыслом. Да. Итак, ваш выбор шансон. Шансон, да. Я не знаю, какую песню из этого жанра воспроизведет наша караоке-машина, но ваша задача спеть ее настолько хорошо. И подождаю приветствоваться будет. Конечно. Это будет. Огромным плюсом, огромным бонусом. Отлично. Хорошо. Если мне понравится, я сделаю вам скидку в сто рублей. Даже так. Да. Замачиво предложение. Я же. Готов, Юрий. Я готов. Да. Давай. Ну что, я желаю вам удачи. Спасибо, Алексей. Знакомое начало? Что-то какая-то песня. Дымся, 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 дымся. Ай, совершенно верно. Да, да, да. Да. Слова, мы все знаем. Даже если не знаете слов, спойте ее так, чтобы понравилось всем. Рано. Рано. Юрий, подождите, не спешите. Я просто настраиваюсь. Распиваюсь. Забавно. А вы всегда так настраиваетесь? Ну, практически. Просто я не могу быть. Спасибо. Скажем так. Стараюсь быть всегда в тренде, в теме. И вообще быть. Эй! И дым, сигарет, с эментолом. Пьяный угар. Дым, сигарет, с эментолом. Глаза, ты смотришь другому, который тебя ласкает. Эй! А я нашел другую. Костью не люблю, целую. А когда я тебя обнимаю, но тебя вспоминаю. Ну, по-моему, неплохо, Юрий. На самом деле, мне очень понравилось. Да, Алексей. Отличная скидка в 100 рублей у вас в кармане. Спасибо. Ну, вы прям так старались. Ну, я просто из себя, просто выжимал. Хотя... Выдавливал Нэнси из себя. Известно. Нэнси выдавливал просто по крупницам из себя. Да, на самом деле, у меня нравятся плановые песни. Люблю вообще попеть. Просто излить душу в песне. Прочувствовать песню. То есть, все целиком и полностью. Без этого никак. А самый любимый исполнитель? Самый любимый? Ну, сейчас вот Стас Михайлов и Александр Серов, может быть, так сказать. И Елена Ваенга еще. Ну, да, если братьевна. Да, Леша. То есть, в принципе, и она тоже фигурирует здесь. А, Юрий, где еще снимались? А, в проекте, в Камеди Баттл. Да вы что? Телепроект «Давай поженимся». То есть, это в 2008 году я приехал на Первый канал. Это мой дебют был. Можно сказать, у Ларисы Гузеевой была встреча на «Давай поженимся». Ну, не женился я его претендентом. Исполнял песню Андрея Макаревича, там, за тех, кто в море. Она произвела фурор. Гузеева меня вспомнила. На минуте славы. То есть, говорит, вот, Юрий, как мы так тогда с вами. Я же вам просила, чтобы совсем размахал. Так чувствуете душу бесен, так изливаетесь. Ну, чересчур перегибаете банку, палку и вообще. Ну, в принципе, я за вас был тогда. И мне это понравилось. Ну, а в Камеди чувство юмора всегда присутствовало мне. Этот интеллект. Прошли? Ну, был, стал по итогам зрительского голосования. Стал был финалистом шоу «Камеди Баттл». А финал был уже? Финал уже был. 29 декабря проказывали по каналу «ТМТ». Победил до 2014. Слочек же, можно бы нам сказать. Ребята просто настроены были уже несколько сезонов подряд на победу. В принципе, вообще, как бы, песня и вообще юмор, оно сливается воедино. И получается некий такой резонанс, какой-то микс драйва, аббатаж. Ну, та атмосфера, в которой я всегда нахожусь, присутствую. Ну, бывают такие моменты, конечно, когда стоит чуть-чуть быть более потише, как сказал Семен Слепакова. Можете быть поспокойнее. Я могу быть поспокойнее, но это все-таки... Юрий, но у нас второй тур. Прямо сейчас «Караоке-машина» воспроизведет песню. Я не знаю, какого жанра и какова будет эта песня, и тем более, кто ее исполняет. Так, я должен. Но ваша задача – спеть ее так, чтобы понравилось случайным прохожим. Именно они будут оценивать ваш талант, ваше исполнительское мастерство. Если им понравится, я довезу вас совершенно бесплатно. Ну, а если им не понравится, увы, Юрий, я буду вынужден высадить вас на том же месте. Хорошо, согласен. Я согласен. Хорошо, давайте попробуем. Сейчас мы найдем того, кто нам поможет. Вам предпочтительнее, чтобы это была девушка. Девушка. А, девушка, да. Вы им больше доверяете. Девушка, да, они такие ласковые создания, мягкие, да, которые импонируют мне. Он сейчас разливает свою душу в слезах, бывает и такое. Ну, я, в принципе, готов уже произвести впечатление. А давайте попросим мужчину, Юрий, вы не против? Мужчина? Да. А какого-нибудь? Здравствуйте. Паркат. Можно вас на секундочку? Паркат. Это программа «Караоке-такси». Помогите нашему участнику пройти этот тур. От вас потребуется лишь выслушать его вокальные способности. Юрий споет, а вы скажете, хорошо он поет или плохо. Если хорошо, я отвезу его бесплатно. Если плохо, я его высажу. Хорошо? Юрий, открывайте окошечко. Хорошо. Как вас зовут? Павел. Павел. Здравствуйте. Нашего участника зовут Юрий. Судите, пожалуйста, строго, но объективно. Хорошо. Итак, удачи. Спасибо. Две дожди, но в целой осень зиму жди, А в начале розы зиму ждать, Остается с нами зимовать. Поехали! Поддержите, друзья. На самом деле, очень важен для меня. Всем известный исполнитель Шура. И еще немного. Скажем мне, да, скажем мне, да, скажем мне, да, скажем мне, да. Жди, вы действительно нагрузили. Ну, я думаю, результат будет положительный. Жди, если встань осень зиму ждать, Остаемся с вами зимовать. Ну, по-моему, достаточно. Тур, в который я предлагаю вам сыграть, так как вы уже ничего не теряете. Вы также замечательно пройдете. Да, чуть-чуть совсем, как бы, я хотел, я его и пел в песне Шуры, и мне предстоит даже спеть с ним дуэтом. Да вы что? Да, я правда открою вам тайну. То есть это была сейчас маленькая репетиция? Ну, может быть, и да. Потому что я танцевал, я уже готовился в клубах, и мне предстоит после 20-го числа следать в Москву, полететь на встречу с Шурой и спеть композиции. Ух ты, я желаю вам удачи. Спасибо, Алексей. Спасибо, на самом деле. Юрий, ну что, мы едем дальше? Да, поехали. Поехали, у нас третий тур. Юрий, ну, а условия третьего тура таковы. Прямо сейчас караоке-машина будет воспроизводить попури из разных песен, разных лет, разных жанров и разных исполнителей. Ваша задача – петь, даже если вы не знаете слов, и ни в коем случае не останавливаться. Хорошо, Алексей. По результатам этого тура караоке-машина выдаст определенное количество баллов. Эти баллы я умножаю на 10, и, соответственно, в денежном эквиваленте именно такова сумма появится в вашем кармане. То есть, чем лучше споете, чем больше понравитесь нашей караоке-машине, хотя, я уверен, она уже у вас влюбилась, тем больше денег заработаете. Люди хотят этого, а я вижу это на улицах. Почему вы и караоке-машине не имеете? Просто помочь мне адаптироваться, быть более еще эпатажным, классным человеком. Просто караоке-шоуменом нашего города. И я попытаюсь выжать из себя максимальное количество тех песен. И вообще просто все композиции на 100% буду отдаваться пению. Ведь это мое любимое повлечение занятия, которое сейчас сопутствует меня по жизни и увлекается собой. Я как он. Юрий, а это занятие приносит деньги? Деньги, прибыль. Да, деньги просто разный эквивалент денег. Каждый раз оценивает это по-своему. Но, хочу сказать, я зарабатываю уже на этом. Но мне хватает пока на жизнь. Не каждый день, скажу, большие суммы, но они присутствуют. Ну, а прямо сейчас у вас будет возможность еще немного подзаработать. Итак, у нас третий тур, вы готовы? Я готов. Поехали. Поехали, Алексей. Поехали, Алексей. Поехали. 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 Я даже мира нет. Я тебе, да, говори, мои опилки, да, да, да. На, гни опилки, милка, сейчас гни опилки. Опилки, 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 опилки. Эй, верунда, да. Говори, я с тобою. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзаяц, я сладкий на все сто. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзаяц, я сладкий на все сто. И дальше. И дом мой достроен. Все, 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 все. Если бы нужно было оценивать артистизм, я думаю, из 100 возможных баллов, Юрий получил бы 200. Где ты, где ты, хоп, эй, ла-ла-лей, что ли делать, то ли нет. Хоп, эй, хоп, тебя к черту. Эй, любимчик, привези меня домой. Эй, я поворачиваю к черту. Ну, что ты делаешь? Делаешь ты со мной. Шиба, игра, за красивая моя ты, дорогая. И вот теперь мы с тобой, семья, и дом, и вся, мой милых дам. Ты топ, ты по годам. Юрий, ну я вас поздравляю, мы уже приехали. Да вы что? Да, вы замечательно справились с этим заданием. Да, слушайте, я прям... Темпераментно, я бы даже сказал бы. Какие-то композиции, я же взмок, друзья. Очень приятно с вами было ездить. Юрий, да подождите, мы еще с вами не прощаемся. Мы должны узнать, во сколько баллов оценила ваши способности караоке-машина. И да, я тоже этого жду, хочу, на самом деле, мне было очень классно. Прям я завелся весь. Юрий, я вас поздравляю. 50 баллов, именно таков результат караоке-машины. Соответственно, как и обещал, эту цифру я умножаю на 10, 500 рублей вы получаете. Конечно, вот если бы можно было оценивать ваши артистические способности, то я думаю, на все 150 баллов вы бы уж точно вытянули. Держите ваши честно заработанные деньги. Слушайте, очень приятно, очень классно, очень эпатажно. Просто приехать, поехать, получить массу удовольствия, заработать. Пусть даже эти 500 рублей произвести впечатление на публику, на вас, Алексея. Мне было очень приятно поучаствовать в этой программе. Спасибо, взаимно. Вам успехов. Спасибо, Юрий, это вам успехов. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Пока. До новых встреч. Всего доброго. Да вот такой вот, немного эпатажный, но все-таки замечательный, добродушный весельчак Юрий, MC Ураган. Ну, а я говорю огромное спасибо компании Автодар за эту теплую, уютную и комфортную машину. Мы с вами обязательно увидимся на улицах нашего любимого города. Пока.